Парад ярких, талантливых, творческих коллективов Дома культуры Кубань открывает это большое культурное событие. Всего их 28, и они – неизменные лауреаты городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Самые искренние и теплые слова поздравлений прозвучали от почетных гостей торжественного открытия – заместителя министра культуры Краснодарского края Георгия Жукова, заместителя генерального директора по связям с правительством Российской Федерации акционерного общества КТКР Михаила Гришанкова, главы Новороссийска Игоря Диченко. Радуюсь, что наши дети сегодня получили те условия, о которых мечтали, наверное. Мечтали их родители, мечтали они сами. И еще раз огромные слова благодарности и генеральному директору Николаю Николаевичу Горгману, не вам, а Михаил Игнатьевич, и вообще компании КТКР. И обещания, которые они дают, они всегда это исполняют четко, вовремя и в срок. Я хочу еще раз от имени министра поблагодарить руководство консорциума за участие в развитии культурной инфраструктуры Кубани, потому что мы с вами здесь, в Краснодарском крае, обладаем одной из больших сетей, клубных учреждений. Это около 1100 учреждений, и когда каждая из них открывается в свои двери обновленным, новым оборудованием, красивым интерьером, это лишний раз говорит о заботе о каждом из нас, о жителям Кубани, а значит о результате, который всех для нас очень важен. Я рад, что вопросы культуры, вопросы спорта, здравоохранения были и есть, и будут приоритеты для главы города. Я считаю, что это действительно серьезный приоритет, потому что когда мы согласовывали проект, можно было потратить на все, что угодно, имеется в виду то, что мы считаем необходимым, важным, социально нужным. И нам была такая просьба. Есть уникальный дом культуры в районе, которому почти 60 лет. Давайте попробуем сделать. И мы вместе попробовали. Я хочу сказать, что много было различных шероховатостей. Не просто проект шел, потому что здание старое, и даже по проекту не все было понятно. По проекту реконструкции открывались какие-то новые истории. Но все это сделали. Я хочу сказать славу благодарности руководству города за самоотверженную позицию. Заслуженные почетные благодарности получили все, кто к такому важному направлению, как творческое развитие юных новороссийцев отнеслись не только архиответственно, но и сделали это со всей душой. Увидеть, каким новым, современным, комфортным и красивым стал всеми любимый дом культуры Кубань. Все присутствующие смогли сразу после того, как перерезали красную ленточку. Здание, построенное еще в 1960 году, теперь не узнать. Современное фойе, новые просторные комнаты для репетиций и большой зал для выступлений. 250 новых удобных кресел для зрителей, обновленные летние эстрады. О таких объемах реконструкции здесь не мечтали последние несколько лет. Разобрать пришлось практически по кирпичику, потому что когда сняли штукатурку и элементы отделки, ну, опираться было практически не на что. А необходимо было довести это здание до той категории, которая соответствует больности нашей сейсмики. И, кроме всего прочего, оно должно было оставаться удобным и практичным в эксплуатации. Удалось. Спасибо всем, кто участвовал. В рамках проекта на реконструкцию дома культуры Кубани акционерное общество КТК «Эйр» выделило без малого 50 миллионов рублей. Но когда видишь, сколько радости и счастья в глазах юных артистов, понимаешь, что эта работа бесценна. Мы все ждали этого события, потому что в новом ДК Кубани появилось больше места для занимания вокалом разных кружков. Мы все очень рады. Мне очень понравился наш зал, наше фортепиано. Это было очень классно. Отрадно, что, как заверили власти города, ДК Кубань не последний дом культуры, который будет обновлен в рамках социального партнерства с крупными градообразующими предприятиями Новороссийска. Александр Гришина, Денис Ротарь, Новая Россия.